Сегодня завершились соревнования по кокпару, которые по праву считаются изюминкой всемирных игр кочевников. Сборная Казахстана в очень драматичном матче одержала победу над кыргызской командой. Адиза Закумбаева побывала на ипподроме Казанат и расскажет, каким трудом далась победа нашим кокпаристам. С утра на ипподроме Казанат уже было очень оживленно. Болельщики собирались на трибунах. Здесь сегодня прошел ключевой матч по кокпару. В финальном поединке встретились сборные республики Казахстан и кыргызской республики. Казахстанцы открыли счет уже на второй минуте, но гости быстро отыгрались и вскоре вышли вперед, завершив первую половину со счетом 3-1 в свою пользу. Вся игра по накалу была очень напряженной. Сначала наши догоняли соперников, потом сравняли счет 4-4. И победителя пришлось выявлять в дополнительное время. Фортуна оказалась на стороне наших кокпаристов. Наши в упорной борьбе добыли пятое победное очко, обеспечив себе золото. Всем спасибо за поддержку. Мы одержали победу. Мы долго и упорно готовились к этому событию. Наши соперники очень сильные. По словам тренера нашей национальной сборной Абылая Манкеева, хорошая подготовка дала свои результаты. Команда прошла шесть этапов учебно-тренировочных сборов. Игра была очень зрелищной и состязательной. Все показали хорошую подготовленность. Наши ребята оправдали надежды, выступили достойно. Успешное выступление команд по кокпару и кокбору организаторы объясняют хорошей подготовкой к играм кочевников. У нас и по кокпару, и по кокбору есть отдельные команды по 12 спортсменов. Ну, подготовка шла у нас на высшем уровне. Было медицинское обеспечение, психологическое, техническое, тактическое. Все было у нас. Государство нас обеспечило стопроцентно для подготовки к этим играм. И я думаю, что наши спортсмены подошли к играм уже с максимальной подготовкой. Вообще сборные Казахстана и Кыргызстана изначально называли фаворитами, и причем сразу в двух видах спорта – кокпару и кокбору. И так уж получилось, что именно в один день прошли эти финалы. После обеда в кокбору удача улыбнулась Кыргызстану. Вторыми стали наши спортсмены. А тройку призеров замкнула команда России. А уже завтра, в заключительный день, будет разыгран последний комплект медалей пятых Всемирных игр кочевников.